Всем привет! Сегодня мы в Москве, посетим торговый комплекс Садовод. Если верить различным источникам, говорят, что это самый крупный оптово-розничный рынок не только в Москве, но и в России. Мы проверим, посмотрим. Говорят также, что здесь можно все или почти все купить и по умеренным ценам, по хорошим. Поэтому сейчас пройдемся, посмотрим, на самом ли это деле. Ну и покажем вам, если вы будете в Москве, и будет возможность заглянуть на Садовод. Кстати, как добраться сюда? Ну вот мы добрались до метро Любина, а там через подземный переход перешли и на маршрутки как раз вот до торгового комплекса Садовод доехали. 50 рублей стоит маршрутка. Есть, правда, там автобусы какие-то, но мы доехали на маршрутки. Ну и идем смотреть. В общем, зашли, сначала снимать не снимали, где-то снимать и не разрешают, попросили павильонов. Но тут настолько много всего, и глаза разбегаются и товаров, и всего. В общем, хотим просто так показать вам торговые ряды. Прошли, посмотрели по рядам, ну, например, кроссовки, джинсы, куртки. Можно, в принципе, на любой вкус, на любой размер. И по цене, в принципе, очень неплохо можно сторговаться. Например, кроссовки, если предлагают за 2 500, за 2 300, то можно сторговаться за 2, за 1 800. И даже на ухо тебе шепнут, что отдадут за 1 600. Ну, само собой разумеется, что здесь не настоящие брендовые вещи, а реплики. И, в принципе, может быть, не лучшего качества. Но для кого это не существенно, в принципе, можно брать. Мы пробовали, ну, брали, так, пробовали некоторые виды кроссовок. Ну, особенно для детей, у которых нога быстро растет, взял, год походил, относил и купил другие. Можно кроссовки, ну, под брендами, там, Adidas, Nike, Reebok, New Balance купить за полторы, ну, максимум за 2 000. Если уж более-менее, там, хочешь с какими-то наворотами, то идет стоимость и 2 500, и 3, и 4 000 под любые бренды. Salomon, Nike, Adidas. Точно так же и джинсы, куртки различные. Всякие аксессуары для телефонов. Нижнее белье тут есть. В общем, в принципе, если задался целью купить какую-то хорошую вещь, это не то, что вот я сказал, что подделка там, одни подделки. Можно найти, купить и хорошую вещь. Здесь есть и качественный, Китай, качественная, Турция. То есть вещи достойные внимания. Конечно, они немного дороже, чем, чем, ну, обыкновенный китайский, там, или турецкий ширпотреб. Но по качеству, конечно, они намного будут лучше. А за такую же цену в магазинах или в торговых комплексах не купишь. Поэтому рекомендуем, вот кто будет в Москве, ну, как мы, заглянуть на рынок садовод и, ну, приобрести себе какие-нибудь вещи. Очень большой выбор здесь, конечно, вот так идешь, идешь, идешь. Я просто не захожу, сейчас вот снимаю, не захожу, не поворачиваю в различные тут линии, поскольку очень много всего, и, ну, достаточно, я думаю, будет просто так, вот, обзор сделать, пройдясь по одной из центральных линий. Чего тут только нет. Начиная от носков, нижнего белья и заканчивая, и заканчивая зимней одеждой. А это, кстати, вот только вещевой рынок, то есть тут одежда, обувь, ну, различный ширпотреб, то есть все, что касается одежды. А здесь есть еще птичий рынок, здесь еще, ну, все для животных, есть строительный, ну, все-все-все-все-все. На самом деле, вот, да не, наверное, точно самый крупный рынок оптово-розничный в России. И не зря здесь и интернет-магазины все закупаются, а потом продают втридорого. Ну, в общем, тут невозможно, конечно, каждому павильону, каждому бутику, ну, если их так можно назвать, подойти и все посмотреть. Так, идешь, 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 смотришь. Если что-то тебе вещь приглянется, то, соответственно, меришь, покупаешь. Ну, и еще, как бы здесь, если зайдешь померить, тебя, даже не померить, а посмотреть, тебя просто не отпускают, а, ну, прям навязчиво тебе предлагают померить, а потом уже, потом уже предлагают и купить. И на ушко тебе шепчет последнюю цену, только не говори, что это, что я тебе такую цену дал. На самом деле, я думаю, что могут еще ниже предложить. Поэтому здесь вот и выбор большой, и, ну, и, соответственно, нужно внимательно относиться, ну, вот тут на обувной ряд зашли, соответственно, нужно внимательно относиться к тому, с кем разговариваешь, с кем общаешься из продавцов. Ну, вот зашли, купили джинсы, ну, турецкие джинсы, ну, под брендом. Там нормальный продавец нам попался. В принципе, точно так же, как и куртку. Кстати, купили качественную, качественную куртку купили, китайскую, но фабричную, хорошего качества. Там, в принципе, без всякой навязчивости нас обслужили, и, ну, соответственно, очень приятно было вот находиться в этих, в этих путиках. А в некоторых местах прям к тебе так очень-очень навязчиво, и не отпускают, и поговорить хотят, и всякими правдами-неправдами тебе вручить товар. Ну, вот так получается, что мы сейчас идем по обувному бутику, ой, по обувной линии, где продают обувь. Очень-очень много тут всего. Тут можно целый день гулять, и, наверное, за целый день не пройдешь все эти ряды. Надо на какую-нибудь другую линию свернуть, чтобы что-то другое было видно. Ну, вот, свернем, наверное, здесь. Вот. Уже сколько с обеда-то с утра ходим. Уже устали. Но, тем не менее, интересно даже, даже ради, даже ради вот того, что пройтись, посмотреть, что тут есть. Ну, вам показать, рассказать. Кому-то это видео может покажется сумбурное, и, как бы, ну, не совсем, не совсем понравится. Но дело в том, что здесь, вот, если увидят, продавцы видят, что их снимаешь, они сразу, ну, очень негативно к этому относятся, они дают снимать. Поэтому я делаю вид, как будто я разговариваю по телефону. И, а на самом деле, на самом деле, иду по бутикам, снимаю видео для того, чтобы, ну, вот, нашим подписчикам и нашим зрителям нашего канала было о чем посмотреть, что такое же на самом деле рынок садовод и что здесь, что здесь есть. Сразу, сразу хочу сказать, что, ну, уже не сразу, видео, в принципе, уже довольно давно идет, что по ценам просто так иду, не захожу и цены не показываю. В силу того, что если зайдешь и начнешь снимать, то, соответственно, негатив к тебе будет. Они отказываются, не хотят, чтобы их снимали. И, соответственно, и цены, ну, я не могу назвать на все товары, которые здесь есть. Но, тем не менее, еще раз хочу сказать, выбор очень большой. И если что-то вот нужно, то, соответственно, можно найти любой товар, любого, любого качества, на любой цвет и вкус и по той цене, которая вас устроит. Ну, соответственно, чем ниже цена, тем ниже качество, чем выше цена, тем выше качество. Вот парфюмерия тут, не знаю, настоящее, не настоящее, но, тем не менее, имеет место быть. Косметика, детские товары, к школе, к школе здесь, кстати, много что есть. Ой, устали уже ходить, но, тем не менее, все тут довольно-таки интересно и где-то даже забавно. Ладно, пока на этом месте отключаюсь. Если где-то еще что-то интересное увидим, включим и еще покажем. Субтитры сделал DimaTorzok